Статус учителя нужно поддержать, но не штрафом для родителей. Многие парламентарии сегодня выступили с таким мнением по поводу инициативы своих же коллег. Сегодня в парламенте обсуждали изменения в кодекс о нарушениях в честь введения штрафа для родителей, чьи дети оскорбили или обозвали педагога. Этот учебный год, напомним, сопровождался несколькими грубыми инцидентами в школах, от которых пострадали и учителя, и дети, когда хамство и наглость учеников вызывали в ответ рукоприкладство работников школ. Многие депутаты считают, что только штрафы заставят родителей ответственнее относиться к воспитанию своих детей, а конфликтов между учениками и педагогами станет меньше. Но нашлись и критики. Как оказалось, в проекте изменений есть пункт о том, что определенную ответственность будут нести и сами дети, в том числе до 16 лет. Как отметила Гуля Кужукулова, это противоречит другим нормам уже действующих законов. Ее коллеги также заявили, что честь педагогов нужно защитить, но, вероятно, не таким образом, как изложено в представленной редакции поправки. Я согласна с тем, что необходимо укрепить положение, статус учителя. Но дело в том, что в самом написании это неправильно изложено. А во второй части даже ввели ответственность от 12 до 16 лет. То есть вы здесь предлагаете, что дети должны сами нести ответственность. Но у нас законодатель предусмотрел, что ответственность у нас наступает именно 16 лет. В 102 статье там четко написано, что за поведение детей и вообще в кодексе о детях за поведение, воспитание, значит, несут полностью родители. В настоящее время то, что мы, если дети относятся к педагогам с неуважением, оскорбляют другие дети, это будет как фальцирс, как мелкое хулиганство. При этом в согласии с 102 кодекса о нарушениях за это несут ответственность родители. Но на практике ни одного такого случая, чтобы по обращениям преподавателей привлекали родителей, такого не было на практике. Я бы попросил, чтобы ко второму чтению провели еще дополнительно или обсуждение в парламенте, или круглые столы, пригласили учителей и родителей. Мнения есть противоречивые. Надо поглубже эту тему проработать, потому что вопрос очень важный. И надо понимать, что все равно будут разные конфликты. Алан-Кадыра Бишин-Алиева отпустили под домашний арест. Меру пресечения ему сегодня рассмотрел Бишкекский горсуд на основании обращения его адвокатов. Они попросили пересмотреть меру пресечения министру и выбрать несвязанную с заключением под стражей. В итоге, судя по совещавшись, отправили Бишин-Алиева домой и отпустили прямо в зале суда. В данное время министр временно отстранен от должности. Такое решение, напомним, принял президент. В отношении Алан-Кадыра Бишин-Алиева прокуратура возбудила семь уголовных дел по коррупции, по вымогательству взятки, по злоупотреблению должностным положением и заключению заведомо невыгодного контракта. Сегодня пресс-секретарь Садыра Джапарова Эрбол Султанбеков сообщил, что специально созданная главой государства комиссия по независимому и всестороннему изучению деятельности министра здравоохранения Алан-Кадыра Бишин-Алиева закончила работу. Проверила его деятельность по развертыванию вакцинации против COVID-19 в Кыргызстане, закупку вакцин от коронавируса и поступление к гуманитарной помощи. Комиссия подвела итоги, но какими они оказались, пока не сообщается. И сегодня же отстраненный на время от должности генпрокурора из-за ареста Алан-Кадыра Бишин-Алиева, Курманкул Зулушев вернулся к работе. Отмечается, что распоряжение об этом подписал Садыр Джапаров. Напомним, что Курманкул Зулушев перестал выполнять свои обязанности после задержания министра здравоохранения с 4 июня. Тогда глава государства отметил, что отстранил обоих от должностей по причине некоторого личного конфликта между министром и прокурором. Таким образом, Курманкул Зулушев вернулся на позицию генерального прокурора, а вот Алан-Кадыр Бишин-Алиев в свой кабинет пока не вернулся. Напомним, его обязанности в данное время исполняет Джеркенбек Касымбеков. Касымбеков. Это будет биолаборатория четвертого уровня биологической безопасности, который предусматривает наличие такого оборудования, на котором разрабатывают биологическое оружие массового уничтожения. В Алмате уже функционирует американская лаборатория БСЛ-3. И третий уровень не позволяет оснащать ее определенным типом устройств для разработки биооружия. Там, как заверяли казахстанские политики, нет инфраструктуры и помещений для этих нужд. Теперь уровень четвертый как раз подходящий. Но Казахстан заверяет, что связан рядом международных обязательств и обвинения беспочвены. Официальные власти Казахстана опровергают, что биолаборатория строится США. А ситуация с COVID показала необходимость таких объектов для изучения и быстрого реагирования на возможные опасности вследствие новых мутаций вирусов. Тревоги поступают из России. Против выступила коалиция за запрещение биологического оружия. Соседи требуют доступа российским ученым в биолабораторию. А наши ученые и вовсе требуют не разрешать строительство. По словам кыргызских ученых, Центральная Азия – сейсмоопасный край. И любая утечка или техногенная катастрофа вызовет смертность невиданного масштаба. И мы не стали строить, не дали строить нашему правительству биолабораторию у нас в Ботаническом саду. Далее наш народ был против добычи урана. Мы все свидетели. Мы остановили добычу урана. Поэтому Кыргызстан – это остров экологии. Теперь можно называть смело. Народ Кыргызстана, активисты наши, ученые бьют тревогу. Почему лаборатория в Джамбуле, Джамбульской области, строится именно здесь? Почему мы должны рисковать своим здоровьем? Мы требуем, чтобы эта лаборатория была под жестким контролем международных. Строительство Кыргызстана, лабораторию, это очень опасно для нашей страны, не только для нашей Центральной Азии, Цензиана. Потому что прежде чем строить эти лаборатории, надо было бы детально рассмотреть все вопросы, планы. Тогда было бы людям понятно. И в качестве международного экспорта мы бы выступили, объяснили бы, да, это так. А в данное время сейчас это очень опасно. Мы призываем, чтобы эту лабораторию не строили. Тем более в Кыргызстане, ближе, рядом 80 километров. Арзебек Кудешев покинул должность первого зампреда Кабмина, так как теперь назначен членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром по энергетике от Кыргызстана. Указ подписал президент Садр Джапаров. Кудешев в правительстве курировал экономический блок, и его заменил на этом посту опытный специалист в экономике и финансах Адылбек Асамалиев. Показ приставка ИО. Его кандидатуру согласуют в парламенте. Ранее, напомним, Асамалиев занимал должность заместителя руководителя администрации президента, а до того министра финансов. Асамалиеву 62 года. Он родом из Тюбского района и Сокульской области. Кыргызстан посетил сын президента Турции Билал Эрдоган. Он является председателем Всемирной конфедерации этноспорта и приехал в Кыргызстан по вопросу организации проведения четвертых всемирных игр кочевников. Напомним, они должны пройти в турецком городе из них провинции Бурса. Кроме предстоящих игр, собеседники в целом обсудили перспективы расширения и дальнейшего развития этих уникальных игр. Кыргызстан, как автор идей кочевнических игр, предложил Турции свою помощь в организации ввиду большого опыта проведения предыдущих соревнований, так как это больше, чем спортивное мероприятие, а скорее масштабный фестиваль кочевников. По словам Билала Эрдогана, Всемирная конфедерация этноспорта появилась как раз благодаря проведению Всемирных игр кочевников в Кыргызстане. Кроме того, Эрдоган-младший добавил, что город из них был выбран местом проведения Всемирных игр не случайно. Во-первых, город расположен на берегу озера, напоминающего Иссыкуль. Во-вторых, на его территории расположен мемориал памяти кыргызским воинам, павшим в боях за взятие этого города в начале второго тысячелетия нашей эры. Отправления в хадж начались. Первая группа паломников из Кыргызстана уже вылетела в Саудовскую Аравию. По информации муфтията, в этой группе 405 граждан. Они едут под руководством восьми сопровождающих от муфтията. Кроме того, с ними улетел руководитель штаба по организации хаджа Абибилла Кадербердиев и врачи. В целом, в этом году посетить святые места для мусульман смогут 2766 человек. Сообщения об изменениях сроков отпусков для педагогов не соответствуют действительности. В Министерстве образования пояснили, что Кабмином установлена продолжительность ежегодного отпуска педагогических работников образовательных организаций. Как отмечено в постановлении Кабмина, подписанном 15 июня этого года Аклбеком Джапаровым, отпуск учителей и других работников образовательных учреждений длится 56 дней. Их отпуск считается удлиненным, независимо от форм собственности. Ружья, гранаты и разные боеприпасы. Такой запас оружия обнаружили спецслужбы в Кадамжайском районе Баткенской области. Схрон, как сообщается, принадлежит жителю этой местности. Его заключили под стражу и начали проверку, откуда, как он использовал или хотел использовать указанное оружие. В результате обыска были изъяты 200 боеприпасов различного калибра, 3 единицы огнестрельного оружия, граната F1, 230 пуль, магазин от АК-74, оружейный глушитель, порох и другое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok